Это место, это наш place, ты-то ты, вот все, они просто пришли и отшлиховали ее Омега-рендер Баланс надо найти Опять же, это дыры, которые нужно было залатывать Я его сразу пропускаю через себя Тоже вот так вот Мы-то все риски берем на себя, понимаешь, вот так вот Бывает, художники устают Миллиарды правок Окей, ты ответственный парень, да, и вот здесь вот оно, мать его, посыпалось Откуда эта информация? Мы просто говорим всем, эй, ребятки, давайте сюда, к нам Всем привет Я проводил опрос среди своих подписчиков в инстаграме на тему того, с кем им понравился эфир больше всего Им оказался Артем Куприяненко Сегодня здесь, я в Харькове, для того, чтобы записать с ним большое интервью в его новом офисе Ничего не двигаем Ты только должен подвинуться, ты уже отодвинулся Да? Да Сейчас пододвинуться Привет, Артем Привет, Влад Рад тебя видеть Спасибо, это взаимно Хочу поздравить тебя с открытием офиса Спасибо Расскажи, пожалуйста, где мы находимся Мы находимся сейчас в офисе компании Омега Рендер Это Харьков, мы начали с Харькова, потому что живу я в Харькове и наш состав коровый тоже находится в Харькове Это не продакшн офис, это бизнес девелопмент офис То есть здесь у нас проходят менеджерские бизнес девелопмент процессы То есть такое ядро, по сути, пульт управления компанией Почему он близок тебе настолько? Не только потому что живешь, да? Можно открыть, например, офис в том же Киеве, правильно? Он как-то это центр Украины, по сути, да? Но ты открыл именно здесь Слушай, я думаю, здесь нет никакой глубокой и заложенной идеи Просто так исторически сложилось всего-то навсего В данном случае мы просто пошли органически по пути наименьшего сопротивления Нам здесь комфортно, хорошо, мы здесь отлично чувствуем То есть наш ресурс имеется в виду продакшн ресурс И люди распределены вообще по трем странам Это Россия, Украина, Беларусь И, соответственно, где бы мы офис не открыли, все равно мы не сможем объять всех тех, кого мы хотим объять Вот поэтому мы здесь, офис здесь, все Если бы он открылся в любой другой точке страны или мира, ну, принципиально ничего не поменялось бы Расскажи, кстати, мы сказали про то, что офис находится в Харькове, но мы не уточнили, где он находится Можешь сказать, где? Да, это Diamond City, Харьковский офисный центр Метроботанический сад Метроботанический сад, да А какую задачу, да, вот конкретно ты хотел решить открытием этого офиса? То есть задач, наверное, несколько решалось здесь То есть первое, хочется все-таки, несмотря на то, что у нас система распределенная и менеджмент распределенный Хочется все равно обозначиться где-то, да Вот, и хочется почувствовать вот свое место, ну, наш place Вот это место, это наш place Этот офис, это офис свободного посещения, то есть у нас нет правила относительно того, быть здесь или не быть Это наш, ну, можно так сказать, внутренний коворкинг Хочешь, пожалуйста, welcome, приходи То есть первое, нужно обозначиться Да, это какая-то еще такая вот история корневая, да, что все-таки мы, ну, как бы есть У нас, да, много, но у нас есть физически точка в мире, на планете, на карте, да, которую мы можем и себе, и нашим клиентам показать К нам могут прилетать клиенты, да, и, соответственно, и у нас уже планируются визиты наших клиентов сюда Для, опять же, развития направления, бизнес-отношений, их нужно принимать И, ну, классно, когда у тебя есть возможность принять людей в офисе, в своем Плюс, третий поинт, это, ну, наша коммуникация внутренняя, то есть, вот, опять же, менеджмент, который здесь сидит Они достаточно, когда ловко обмениваются информацией здесь, да, там, с глазу на глаз И друг друга и подкачивают, и подпитывают, когда нужно Да и просто для, вот, для человека, который работает в компании, мне кажется, все равно очень важно Важно понимание того, что вот есть место, куда ты можешь прийти, там, побыть, да, и поработать Потому что, ну, работать дома нравится, ну, не всегда и не всем, это опция еще одна Да, вот скажи, насколько важно вот это коммуницирование, как ты его почувствовал, да Есть какие-то такие серьезные изменения, вот, после того, как ты открыл этот офис? Ты знаешь, вот, этот вопрос задашь, наверное, не мне Потому что, ну, я себя до сих пор, там, не считаю, честно сказать, мастером коммуникации Там, вот, внутри компании, я, там, вывожу свои мысли через людей, наверное, в компанию спускаю И даю возможность общаться людям Вот, ты даже сегодня пришел, и можешь наблюдать, что собираются люди, и они находятся в каком-то своем контакте Вот так, как им нужно, вот, я стараюсь в эти процессы коммуникационные внутренние сильно не вмешиваться То есть, вот, у меня задача и роль, и мое самоощущение немножко другое Поэтому, знаешь, здесь как-то происходит, как получается Вот здесь пространство, мы уже неоднократно сталкивались с тем, там, на разных корпоративах Мы просто говорим всем, эй, ребятки, давайте сюда, к нам Вот, мы даем им пространство, даем возможность собраться в этом пространстве И дальше я просто смотрю, как начинают происходить какие-то коммуникации уже без меня Вот, они вот так вот рождаются Я в них особо не захожу, в эти коммуникации Вот, поэтому этот вопрос не ко мне Вот, обязательно ли у большой компании, да, вот, где делают визуализации Важен ли офис все-таки, и почему твое личное мнение? Все-таки это важный момент Я уже однозначного ответа не дам, потому что, ну, очевидно, да, что в эпоху Эпоха, не эпоха, не знаю, во время карантина Очень много геоинфраструктурных вещей претерпели изменения И важность, роль офиса, она уходит на второй план То есть, в нашем случае это придаток к нашей инфраструктуре, который находится, по сути, ну, где-то в облаке До которые дотянуться физически очень сложно И не является корневым ключевым элементом, да, вот этой компании Потому что, если ты берешь офис, то в процессах принципиально ничего не поменяется И, ну, у меня такая позиция была еще до появления офиса И вот во время появления, во время офиса, в принципе, она, ну, не меняется, ну, она остается такой же То есть, это очень приятный бонус, принципиально не влияющий на ход событий внутри, ну, именно нашей компании Я не исключаю то, что есть компании какого-то более семейного типа Мы немножко уже этот тип переросли Когда, ну, коммуникация внутри коллектива очень важна, да, это команда, там, 10, человек, 15, да Наверняка важно находиться рядом Тогда, в их случае, офис будет не придатком, наверное, а корневой историей Вот в нашем случае это, ну, это обратный сценарий Ну, то есть, я правильно понял, в планах есть развитие какой-то офисной, я бы сказал бы, системы, да? То есть, допустим, на данный момент же все художники расположены не в офисе Не в офисе, да И есть ли какая-то идея все-таки создать помимо этого офиса, ну, как-то развиваться? Есть какой-то план развития у Омеги насчет... У нас нет плана развития в офисе Если этого не потребует контекста Контекста может стать какой-то очень большой клиент, например, да, который потребует инфраструктуру, там, постоянную, ну, к примеру, там, в 50-100 человек Эта инфраструктура должна быть в этом случае определенным образом увязана и защищена В этом случае, там, мы будем готовы построить эту инфраструктуру, но по запросу Вот, если брать текущие процессы, да, внутри компании, то такого запроса нет Сколько, да, вот по времени у тебя зрела мысль, что вот все, пора открыть офис, я хочу это сделать, мне нужно собрать моих ребят вместе Как долго зрела эта мысль и... Слушай, мы какое-то время провели небольшое, да, там, с частью людей в каворкингах И поняли, что, ну, каворкинг это неплохо, ну, там, столько всего лишнего в этом каворкинге, да, а вот вместе нужно быть И вся эта история началась с бизнес-девелопмента, потому что бледогенераторы, продавцы, они обмениваются большим количеством информации У них такая идет живая работа, постоянно друг с другом, и вот поэтому все началось с них Примерно год назад, наверное, мы активно работали вместе И через какое-то время, через полгода, наверное, от старта, ну, мы сказали, ну, окей, нам нужно наше пространство Тут должно быть тихо, комфортно, как бы и хорошо, все, окей Я проводил опрос среди своих подписчиков в Инстаграме, с кем им понравился больше всего эфир Большинство людей ответило, что именно с тобой, как ты думаешь, с чем это связано? Слушай, мне кажется, что с моим вот этим вот прошлым, наверное, медийным То есть мы же во времена CG-инкубатора вылили там огромное количество контента на YouTube И тем самым мы получили определенное внимание, да, то есть я думаю, это просто хвосты, отголоски вот той активности Просто потому что люди и помнят, и знают, у нас там большое в комьюнити количество просмотров в архивизорском Я думаю, что это, в общем-то, есть причина То есть некая наша деятельность, которая там была проведена 3-4-5 лет назад И ты CG-инкубатор, Омега же появилась позже, правильно CG-инкубатор? Нет? На самом деле, Омега сначала была Омега сначала, а потом CG-инкубатор Потом CG-инкубатор, Омега в параллеле велась в таком достаточно, ну, скажем так, я сказал бы, зачаточном состоянии, наверное, да А потом все вывернулось наизнанку, инкубатор закончился, и все силы были брошены вот сюда, в Омегу И все внимание для того, чтобы поднять вот на тот уровень, на который хочется Вот ты только что хорошо сказал насчет медийной личности, да И у любой медийной личности есть какой-то хейт Был ли он у тебя, присутствовал, и можешь рассказать такое что-то действительно интересное? Что, может быть, ну, не то чтобы задело тебя, да, но действительно было, может быть, неприятно? Слушай, ты знаешь, вот я, там, получая обратную связь вот этой деятельности, я больше чувствовал вот какого-то позитивного отклика, намного больше То есть его было прям сильно много, сильно много Вот, и в то же время были какие-то истории точечные, да, которые, по сути, да, являлись там тем самым хейтом, о котором ты говоришь Наверное, я помню, что тогда я реагировал как-то, ну, не то чтобы остро, но меня это поддевало Я, честно говоря, не знаю людей, которые, не имея такого опыта, ну, имели на это какую-то вот прям ровную, плавную реакцию Мне это поддевало, мне тогда, то есть острых ситуаций не было, наверное, да, вот, но были какие-то, знаешь, такие вбросы на уровне Ну, по ощущениям это было, это не был прямолинейный хейт, все-таки я чувствовал такое некое уважение со стороны комьюнити, сообщества, да, но были такие, знаешь, вопросы с намеком, наверное Так, вот, это скорее так выглядело, я на это реагировал, да, и я старался, по сути, там всю свою деятельность вести, ну, так, чтобы все-таки такую реакцию не провоцировать Но она все равно провоцируется, потому что, ну, мы, как бы, ну, очень неоднозначные, я считаю, да, вот, как бы, я имею в виду сейчас проект CG-инкубатор Почему? Потому что, да, мы и видосов напилили, там, огромное количество обучающих, мы и мастер-классов провели, очень много открытых Мы там качнули очень неплохо, я считаю, CGI-тусовку архитектурную у нас, но вместе с этим это был, в том числе, и бизнес Мы деньги зарабатывали, да, то есть эта история росла и наполнялась бюджетами И, то есть, если бы мы были на 100% альтруистичны, да, то я думаю, что я уверен, что хейта не было бы вообще, то есть, ну, практически в ноль бы он сошел А так как была еще некая коммерческая подоснова этого проекта, я думаю, что это людей вызывало на определенные вопросы, ну, достаточно естественные и свойственные, как бы, ну, типу То есть, ты считаешь, что только дело в финансовой какой-то составляющей, а не к тебе лично, да, там, вот, как личности? Может быть, и ко мне лично, вполне себе, я такой момент тоже не исключаю, то есть, я понимал, да, что, выходя в медийное пространство, ну, все мил ты не будешь, вот, и, ну, кто-то точно, кому-то точно твой Фейс не понравится, манера изъясняться не понравится, там, позиция или еще что-то, ну, это просто невозможно, ну, это просто невозможно Я думаю, что есть определенные предвзятые отношения, общее, действительно, да, о том, что, как бы, есть альтруизм, там, чистота помысла или коммерция, да, либо же коммерция, вот, и если это окрашен, если это имеет некий коммерческий окрас, то, значит, это уже имеет какой-то негатив, вот, и, ну, это раз, два Да, проект действительно был коммерчески окрашен, соответственно, этот проект, помимо альтруистической цели, он нес еще и коммерческую цель, вот, и, соответственно, когда проект развивался, ну, CG Incubator, для того, чтобы это еще был и бизнес, в том числе, нужно было делать определенные коммерческие вбросы, да, ну, в пространство медийное, вот, и понятно, что мы это делали, ну, там, не скрывая, это считывалось, естественно, поэтому я думаю, что вот именно вопрос относительно, там, коммерциализации этого проекта, И, знаешь, вот, люди не очень, это тоже естественно, да, то есть, если пытаются забрать чей-то ресурс, то возникает обратная реакция, да, поэтому я не исключаю то, что возникала реакция на то, что, то есть, мы создаем некую ресурсную основу этого проекта, там, в деньгах Ты правильно признал то, что это коммерческий проект, и это нормально, абсолютно, вы тратите свое время, силы, все, но по выходу очень часто получалось так, что ребята, когда сталкивались с конкретными задачами, которые ставили дизайнеры, они с ними могли не справляться Да, вот, возвращаясь в то время, скажу, что отличный курс был, честно скажу, и я полностью доволен методологией, я эту методологию переписывал три раза, То есть, там был chapter 1, chapter 2, chapter 3, и она была хороша Оставлять надежду на то, что ты закончишь курс и сразу же пойдешь в коммерцию, ну, это некорректно, неправильно, и мы, в общем-то, это, ну, не транслировали То есть, мы говорили, что это хорошая база, но для того, чтобы выйти в коммерческое поле, тебе нужно будет после курса еще потратить там энное количество времени на свою доводку, доработку Сколько зависит уже от тебя, то есть, там, у нас были кейсы редкие, но они были, когда люди прям после курса делали отличную картинку, у них база была уже какая-то То есть, они просто пришли и отшлифовали ее, приходили люди-нулевички, которые осваивали курс, ну, и потом еще, естественно, тратили время на доводку Кто-то бросал вообще эту историю, понимаю, что это не его Я прямо говорил неоднократно и на мастер-классах, на открытых, что, ну, знаешь, вот так вот за 2 или 3 месяца примерно такая была длительность курса Дать, сделать человека из нулевого профессионала, ну, это невозможно, мы это и не обещаем, в общем-то Да, то есть, мы говорим, что у вас раскрывается потенциал, который вы сможете реализовать, но вам нужно еще будет поработать И мы это прямо обозначали Вопрос в том, да, насколько ты готов к этой коммерции и сколько ты стоишь в этой коммерции, да, и получится ли у тебя это сделать Ну, то есть, я за то, чтобы эти попытки реализовывать, да, но просто нужно здраво оценивать себя и свои силы И если вдруг что-то не получается, ну, все-таки там поискать способы решить, там, поднатаскаться, подучиться, почувствовать внутреннюю уверенность Не брать проекты, там, выше своих сил и так далее То есть, ну, опять же, это же сейчас и тогда, и до момента обучения, и в процессе, и сейчас, после Я, там, по сути, манифестирую одно и то же Я не верю в то, что 3D-шником профессиональным можно стать за 23 месяца Это невозможно Ребята пишут, что есть ощущение, что вот что-то ты не договариваешь Да Честно, я, ну, это такой, наверное, это тонкая история Ну, чтобы на него ответить, нужно, там, в себе, наверное, покопаться Ну, то есть, я могу сказать точно, еще раз повторюсь, с точки зрения методологии Я не мог отдавать весь материал и не собирался, да, потому что у нас есть бесплатная часть, есть платная часть Это раз-два, а два, это раз, а два, личное позиционирование Ну, ты знаешь, это уже, мне кажется, вопрос, вот он здесь нету, вот правильно, неправильно Вот, да, вот, там, по сути, ты попадаешь вот в медийное пространство И вот, ну, как бы, ты-то ты, вот, все То есть, мне кажется, что талант, там, интервьюера или человек, который все-таки что-то отдается Стоит в том, чтобы, ну, там, условно говоря, делать то, что ему свойственно То, что ему, естественно, там, сильно из себя чего-то не выдавливая Вот, вот, если я могу открыть, там, 50% себя Ну, я открою 50% себя, а остальные 50% оставлю себе Вот, я и сейчас, если ты, ну, я думаю, все заметили, как бы, у меня сейчас нету социальной активности Там, нету Инстаграма, нету Ютуба Вот, мне сейчас, ну, захотелось поработать вообще внутри себя, внутри компании Там, и выйти на какие-то принципиально другие показатели, не опираясь на медийную составляющую Вот, мне стало интересно теперь так поработать Ну, знаешь, я в Инстаграме вот недавно постил Есть дизайнеры, которые очень свою профессию поднимают вверх Говорят, что вот дизайнерам надо заканчивать вузы Надо там на все это учиться А вот визуализатор может сделать картинки, там, научиться делать за два месяца Смотри, какие Вот, вот и я тоже Смотри, какие Поэтому я когда запустил Какие-то можно Ну, я хотел бы пообщаться с этим дизайнером И, знаешь, дать ему чувака, который научился за два месяца Поработать с ним И я посмотрел бы, как он принимает его работу Да, скорее всего просто у меня там такие картинки были Да, вот ты просто можешь, если есть такой у тебя кейс Просто возьми и проведи эксперимент Склопни их вместе И потом возьми Хорошая идея Хорошая идея, да Задача не из простых, безусловно Но она интересна по своей структуре И по самому процессу Но надо понимать, что она действительно сложная Потому что все цело мы объединяем очень много процессов Которые происходят Это контроль качества Это коммуникация с клиентом Это коммуникация и мотивирование всей команды Когда заходит новый проект Когда собирается команда Это должна быть четкая структура Это зона риска И проект-менеджер должен просчитывать эти риски Потому что они могут внедриться в процессе проекта, который происходит Нужно понимать, что проект-менеджер – это главный мотиватор Который внедряет, когда заходит проект и внедряется Он мотивирует всю команду Он мотивирует в том числе и клиента Делать те или иные вещи Он заряжает Он структурирует все Он все раскладывает по нужным процессам Кто какой Он занимается зоной ответственности в том числе Он умеет делегировать процессы и задачи Он несет также финансовую сторону Финансовую ответственность Потому что если что-то происходит не так Первые вопросы, конечно, идут к проект-менеджеру Безусловно, как к руководителю процесса Опять же, скажу, это сложно, но интересно Славка, там отрегулируй все Лучше все по красоте Порой это хорошо Порой это не очень хорошо И даже бы сказала Ну да, это не результативно, наверное Вот так вот будет вернее сказать Потому что бывают технические нюансы Которые клиенту бы хотелось объяснить больше художнику Но с другой стороны Когда клиент заходит на проект И это, как правило, большие студии А не частные лица Он должен чувствовать уверенность Бывает, художники устают Теряют какой-то Не всегда художник имеет коммуникационные способности Поэтому клиенту важно понимать Что у него есть стабильность И уверенность в том, что процесс идет хорошо Эту стабильность дает проект-менеджер И у него становится все на свои места Я в основном работаю с рынком Америки Частично рынок Европы Специфика Америка всегда бежит вперед У них нету на завтра У них есть здесь и сейчас Это только обусловливается темпом жизни В принципе, поскольку мы работаем И Нью-Йорк, и Лос-Анджелес У них один ритм жизни Поэтому мы всегда бежим вперед Проект-менеджер является именно тем стабилизатором Который не принимает ни сторону клиента Ни сторону команды Конечно, хочется всегда выставить свою команду И сказать, что команда не сделала той или иной ошибки Но надо принимать всегда баланс Поэтому тут невозможно сказать свою сторону Баланс надо найти Вести коммуникацию верную и корректную с клиентом И принимать и выслушать сторону команды И прийти к одному какому-то знаменателю И понимать, как уже в той или иной ситуации действовать В инстаграме ты сказал, что я возвращаюсь Но у меня другой план на жизнь, на все И вот насколько люди тепло встретили Да, отклик был хороший, неожиданно В эфир пришло больше 300-400 человек в инстаграм Да, интерес есть Интерес есть Я просто не знаю, что я могу им дать этим людям Слушай, ну давай на чистоту Ты, понятное дело, что ты дал Много ребят выросли на твоих видео И я в том числе Я тебе рассказывал смешную историю Как мы с женой сидели вместе в общежитии И под твои видеоролики обучались Потому что такого контента Русскоязычного комьюнити было мало Расскажи, пожалуйста, в чем роль лично твоя в компании Блин, ну вот сложно Всегда знаешь Потому что здесь Вот здесь я сейчас скажу Знаешь, что я тебе думаю Вот сейчас я скажу Визия, стратегия Ну окей, понимаешь, естественно Кто-то же не занимается И это я Но потом я понимаю, что помимо визии и стратегии Я формирую, по сути, коллективы Да, коровы Тоже формирую я То есть люди, которые сюда подтянуты Они подтянуты ключевые люди, да Они подтянуты мной То есть это в том числе и рекрутинг И процесс рекрутинга продолжается Несмотря на то, что есть там HR-отдел Достаточно уже немаленькие там 5 человек HR, рекруты Все равно ключевые позиции все проходят Ну через меня Поэтому рекрутинг идет Ну не получается мне доверить Допустим ключевую позицию На кого-то еще Мне нужно обязательно с этим человеком Провзаимодействовать Потому что он будет Ну так или иначе Взаимодействовать со мной Тушение пожаров Вот как само собой разумеющееся То есть Вот у нас есть Юля Операционный директор Который стекается Практически вообще все То, что происходит в компании И если все хорошо в компании То к руководителям никто не идет А если происходят какие-то траблы То сразу же происходит пинг И вот контактирование Операционного директора Либо меня в компании Соответственно мы вот В течение дня Занимаемся решением Каких-то сложных Поинтов Которые возникли внутри компании Они неизбежны Как ни крути Поэтому мы такие Траблшутеры В том числе Мы занимаемся Бизнес-девелопментом Мы, я говорю Я плюс Юля Плюс БД-отдел Мы занимаемся Бизнес-девелопментом Потому что Ну помимо того Что мне нужно формировать Стратегию И допустим Направлять БД-отдел Да Мне еще нужно выходить На разговоры С ключевыми клиентами К примеру Которые готовы Стартовать большие объемы И им нужно Нужно такое слово Апрувы Разговор с его компанией Поэтому бизнес-девелопмент Я анализирую Финансовую ситуацию Внутри компании Делаем финансовое Прогнозирование По компании И смотрим отчеты Мы общаемся С арт-директорами И настраиваем Арт-директорский состав На нужное нам Качество Деливери И так далее Запускаем параллельные проекты И так далее То есть Вот функций очень много Они очень разноплановые И вот Наверное Знаешь Если обобщить Вот этот функционал То можно Сказать следующее То есть Наверное Есть определенная черта Которая Мне кажется Нужна любому Сио Это умение Переключаться С больших масштабов С большого объема Да очень маленьких Да То есть Причем делать это за секунду Ну словно говоря То есть Ты должен Там Ведя компанию В 100 плюс человек Осознавать эту компанию Целиком Да И видеть ее перспективу На год вперед Минимум Да Но в то же время За секунду Ты должен Перейти И решить Какой-то момент Связанный Вот Как бы Ну Возникший Здесь и сейчас Ну Это не значит Что я сижу в операционке Нет Там 95% Операционки Проходят Вот прям Мимо меня Да Но Скажем так В каждом Потоке внутри компании Да Есть какие-то Триггерные ключевые точки На которые Ты должен Повлиять Для того Чтобы Ну Они двигались Все равно Все направленно И вот Это постоянное Переключение Много Мало Большое Точечное Вот Это наверное Тот режим В котором я Работаю Вот Возникли в компании Как ты говоришь Проблемы Можешь какие-то Конкретные Случаи назвать Конкретные случаи Да Вот У нас К примеру Там Готовится Заход Большого Крупного Клиента И Для того Чтобы Этот проект Взять Для того Чтобы На эти Объемы Выйти Нам Нужно Реализовать Определенный Скоп Тестовых Задач Под него Тестовые Работы И показать Себя Красавчики На этой Тестовой Работе Вот И мы Всему Кейс И Нужно Нужно Кейс Заходить Собирать Людей Настраивать На то Что Ребятки Мы У клиента Выбили Еще Один Тест Стягивать Лучшие Силы И Говорить Теперь У нас Вариантов На ошибку Нет Вообще Никаких И Жить И Проживать С ними Сейчас Этот Проект Вот Например Кейс Такой Скажи Ты Как Себя Считаешь Злым Начальником Когда Такие Происходят Моменты Ты Меняешься Ты Чувствуешь Что У тебя Появляется Такой Стержень Что Тебе Хочется Накричать На всех Скажешь Ребята Что Вы Сделали Почему Так Произошло Слушай Это Не Работает Ну И Это Раз А Два Наверное У меня Агрессия Не Возникает То Есть У меня Скорее Становлюсь Таким Знаешь Сбитым И Плотным В этот Момент Ну С точки Зрения Ощущений Да И Плотность Как бы Там Такая Высокая Через Которую Сложно Знаешь Там Иголку Протолкнуть И Вот Ну Это Не Агрессия Это Скорее Плотность Да Такая В ощущениях Это Тоже Ощущение Агрессия Ощущение Плотность Вот Наверное Это Такое Максимально Емкое Слово Плотность Через Которую Пролезть Нельзя И Мы Понимаем Что Это Важная История И Вот Она Прям Должна Сейчас Реализоваться Бескомпромиссно Вот Это Скорее Такая Позиция Но Она Не Агрессивная Но Она Не Исключая То Что Она Может Быть В некой Степени Какое бы Слово Подобрать Но Это Неожиданное Возможно Не Не Все Знают Это Всем Понятное Состояние Она Может Стать Вот Такой Где-то Знаешь Сжимающей Наверное Чуть Чуть Но Иногда Нужно Пространство Сжать Вокруг Себя Если Оно Разжалось И Расплылось Тебе Нужно Собрать А Кому Прилетает Первую Очередь Есть Вот Такие Случаются Ситуации Негативные Все Это Ответственные Ну То Есть Тому Кто Проявил Определенную Или Не Проявил Институт То Ты Пытаешься Разобраться Где Была Допущенная Ошибка Исключительно Да Но Обычно Люди Все Понимают Мы Не Ведем Какие-то Длинные Дискуссии Действительно Люди Многое Понимают Достаточно Просто Показать Что Мы Это Увидели И Все Вот Этого Этой Степени Взаимодействия Зачастую Бывает Достаточно Если У человека Есть Вопросы Бывает Такое Что Ведь Некое Действие Переведшее К ошибке Оно Произведено Неумышленно По незнанию Тогда У человека Возникают Вопросы Мы чувствуем Что Вопросы Остаются Тогда Мы Идем На Некую Прокачку И расширение Этой Личности Для того Чтобы Этот Вопрос Перестал Быть Вопрос Когда Принимаете На работу Художников Арт-директора Любых Сотрудников Новых Мне кажется Тебе Что Это Является Проблема То Что Вы Вкладите Такую Мысль Что За ним Как Слежка Идет Вот Да Вы Пытаетесь Смотри Ты Должен Вот Столько Отработать За день Ты Должен Столько Столько Разве Не Есть Вот Эта Штука Как Раз Фриланс В том Что Ты Завтра Прям Полным Свой Максимум Выдать А Вы Немножечко Возможно Лишаете Вот Этого Выбора У Фрилансера То есть Ему Надо Быть Обязанным Делать Какой-то Некий Отчет Что Он Сделал За Целый День Ну У Нас Система Отчетов Не Ведена В Компании Откуда Эта Информация Эта Информация Потому Что Ну Я думаю Для Кого Пусть Не Будь Секрет То Мне Со Мной Связывались Предлагали Работать На Омегу Вот И Мне Объясняли То Что По Сути Может Быть Это Не Как В В В В В В В Отчет Но Какая Проделанная Работа За День Должна Быть Нужно Ее Показать Нужно Что То Сказать Что Я Там Сегодня Ну То Знаешь Вот Это Именно Отчетность Она Немножечко Вот Ее Люди Боятся И Возможно Отталкивает Нам Очень Важен Delivery То Есть Доставка Клиенту Материала Это В нашем Случае Перевыше Всего Есть Другие Аспекты Важные Но Если Нет Delivery То Сори Тогда Ты Не Продакшн Компания И Окей Ты Ответственный Парень И Ты Знаешь Что Твой Delivery Для Нас И Соответственно Для Текущего Клиента Будет На 100% Идеальным Но Далеко Не У Всех Это Так Вот И Да У Нас Есть Люди С Которые Мы Работаем Давно Они Проверенные Мы За Ними Так Жестко Не Наблюдаем Да Но Если К нам Заходит Новый Человек То Мы Должны Быть Уверены В Что Работа Ведется Нужными Степами Нужными Шагами Имеет На Текущий Момент Правильное Качество Человек Понял То Что Мы От Него Требуем И Что Должен Попасть Клиент На Стол Вот И Поэтому Некое Такое Сопровождение В виде Более Высокого Повышенного Внимания Вначале Оказывается Мы Не Можем Допустить Срыв Сроков К примеру Вот Поэтому Но При этом Мы Человек Не Знаем Да И Он У Нас Не Офис На Удалении Мы Чувствуем Дискомфортно Когда Не Отслеживаем То Есть Когда У Нас Нет Трекшена По Человеку И Мы Неоднократно Мы Тоже Обожженные То Мы Неоднократно Попадали В ситуацию Когда Мы Шли На Полное Доверие Вот Ну И Потом Просто Получали В день Сдачи Ответ О том Что Мы Не Успели Мы Не Сделали Я Не Успел Не Сделал Получали Результат Который Корни Не Соответствует Потому Что Нам Нужно Это Опасно Просто Для Компании Поэтому Мы Себя Таким Образом Хеджируем Наш Риск Ну Это Некой Степени Наши Условия Но Тут У меня Обратный Вопрос Окей Парень Если Ты Делаешь Все Корректно Правильно Да И Уверен В том Что Ты Занимаешься Тем Чем Тебе Нужно Заниматься В чем Проблема Показать Свой Текущий Статус Тогда Ну То Я Понял Это Проработанное Решение Тех Проблем Обожженных Этих Ситуаций Да Дело В том Что Мы Все Риски Берем На Себя Понимаешь У У Нас Не Было Такого Чтобы Кто У Нас Из Наших Художников Не Получил Деньги Наши Все Субконтракторы Получают Деньги Всегда И Все Риски По сути Коммуникационные Финансовые Мы Берем На Себя Репутационные В том Числе Мы Берем На Себя Соответственно Ок Да То То Мы Ты Даже Не Представляешь Сколько Раз Сколько Упущенной Прибыли Клиентов Или Кейсов У нас Скопилось За все Время Ввиду Того Что Мы Не Получали Нужный Деливери От Наших Художников И Мы Все Это Берем На Себя И Покрываем Это Самостоятельно Поэтому Это Наши Обратные Условия Художник При этом Не Рискует Ничем Даже Бизнес Деволом Не занимается Мы Притаскиваем Ему Работу В зубах Сами Говорим Просто Сделай Можешь Назвать Самых Важных Людей В твоей Продакшен Я считаю То есть По сути Структура Близкая К IT Компании Продакшен Часть Большая Которая Состоит Из Художников Директоров Продакшен Менеджмент Бизнес Девелопмент Люди Которые Ведут Коммуникацию С клиентом Обрабатывают Заявки Это Финансы Которые Считают Это HR Которые Занимаются Всем Human Ресурсом Продакшен Я включил Часть Продакшена Все отделы Увязаны Между собой В общем-то Взаимодействуют Друг с другом Вот она Структура Ключевые люди Я не буду Выделять Потому что Это Наверное Не совсем Корректно Но реально Все Важны Все Нужны И каждый Человек В компании Он выполняет Свою функцию Здесь Есть люди С которыми Я более близко Общаюсь Есть люди Которые Подальше Про Маркетинг Не сказал Но Маркетинг Тоже Часть Бизнес Нам очень Нравится Создавать Интересный Контент Для вас И нам Нужна Ваша Поддержка Если Есть Возможность Поддержите Нас Подпиской На Патреоне Ссылку Можно Найти В профиле Или В описании К видео Мы Будем Очень Благодарны Вам Моя Основная Задача Состоит В том Чтобы Тот Продукт Который Делает Художник Отправлялся Клиенту С Корректными Правками Или Техническим Заданием Которые Он Дает Чтобы Это Соответствовало Тому Настроению Которое Клиент Любит Основная Задача Моя Это Проверить Тот Продукт Который Делают Художники Это Картинки Рендера На Соответствие Технического Задания Которое Нам Дает Клиент На Соответствие Того Настроения Которого Клиента Устраивает Которое Он Любит Дать Общему Мнению Собственно Направки Уходят Художнику Вот Такое Вот Взаимодействие После Этого Взаимодействия С project Менеджером В принципе Project Менеджер После Моих Каких-то Комментариев Или До Проверяет Те же Самые Работы Художников И Если Возникают Спорные Моменты По Текстурам Настроению Картинки Мы Также С Project Менеджером Выясняем Правильно Правильно Ли Сделан Тот Или Момент Правильно Ли Настроение Ну И Собственно Приходим К Единому Мнению И Картинки Уходят Клиент По Сути Являясь Художником Омега Рендер Еще Не Арт Директором Я Начал Править Картинки Своих Коллег И Замечать Какие-то Ошибки Но Не То Чтобы Ошибки А Что Можно Было Было Улучшить По Техническому Заданию Клиента То Отталкиваясь От Этого И Потом Мне Поступило Предложение Стать Арт Директором Я Думаю Это Совокупность И того И того Баланс Между тем И тем Конечно Может Человек Прийти В Компанию И Работать К примеру С Техникой Какой-то Да Научить Его Вкусу Будет Наверное Немножко Сложнее Если Человек Приходит Со Вкусом Вот В этот Момент Его Техническому Можно Научить То Есть Каким-то Фундаментальным Вещам Технически Ему Можно Подсказать И Научить Тут Как бы Все Понятно А Со Вкусом Это Сложнее Наверное Художка Все-таки Важнее Процентов На 60 40 Процентов Техники Да Больше В сторону Художки Художник Сделал Продукт Сделал Картинку Сделал Рендер Нам Ее Нужно Проверить На соответствие Технических Заданий Которые Нам Дал Клиент На соответствие Художественной Составляющей Которым Клиенту Нравится И Мы Идем На звонок К примеру С Машей С project Manager Мы Подключаем Художника Меня И project Manager И втроем Выясняем Бывать людей Побольше На проекте Ну К примеру Три человека И Мы Общаемся И выясняем Что мы Можем Улучшить Что С точки Тезы Неверно Что Прям Очень Круто Сделано Хвалим Художника И Собственно Потом Правим И отправляем Продукт Клиенту Расскажи Путь К успеху Он Всегда Сложен И Как Греться Тернист Какой Был Твой Путь Слушай У меня Наверное Больше Не Кейсы Всплывают А Состояние В которых Все Это Выстраивалось Но Это Действительно Сложная Задача Лично Для Меня Я Конечно Знаю Что Не И И И Что У Кого То Эта Штука Вот Так Воспламеняется И Бизнес И Проект Так Воспламеняется По моему Ощущению У меня Не Так То Есть Вот Я Работая С Этим Проектом И С Другими Постоянно Ощущаю Себя Это Уже Мой Термин В Таком В Конструктивном Напряжении Вот Есть Недонапряженная Ситуация Расслабленная Это Про Отдых История Есть Перенапряженная Ситуация Там Происходит Взрывы Выгорания Ничего Хорошего Там Нет А Есть Конструктивное Напряжение Оно Чувствуется Всегда И Оно Заставляет Быть В тонусе И Знаешь Здесь История Про Дисциплину Наверное Про то Чтобы Тонус Не терять И Постоянно Себем Держать И Ключевой То Добрый День Здрасте Самое Смешное То Что Говорили Перед Интервью Режим Самолета Я Включил А Ребята Не Включили Это Знаешь Это Как Ребята Ребята Разрядили Конструктивное Напряжение Знаешь Да Класс Вот Но Пока Что Я понимаю Что Если Я нахожусь В этом Формате Значит Оно Мне Нужно Я Проживаю Такой Этап И По Другому Просто Не могу То Что Получается Мне Нравится Но Опять же Отвечаю На Твой Вопрос Может Быть Абстрактно Вот Но Не Кейсы Да Сейчас Важны А Скорее То Состояние Которое Мы Взяли И В нем Остаемся Проект Расталкивая Раздвигая И Расширяя Может Быть Знаешь Я имею Ввиду Какие-то Есть Именно Ситуации Жизненные Которые Ты Преодолел Да Вот Сполнение Миллион У нас Мы Столкнулись С тем Что У нас Упал Операционный Банк С которым Мы Работали Там Были Пятизначные Суммы И все Это Просто Провалилось И сгорело При этом Ни один Сотрудник Компании Не почувствовал Тут Реальная Штука Я прилетаю Из Америки Третье Роуд-шоу Перевожу Контракты И мне Из финансового Отдела Поступает Информация О том Что У нас Крашнулся У нас В компании Нету Денег Вообще Ноль Да И вот Нужно Сделать Так Чтобы Компания Не почувствовала Не остановилась Ну а там Пятизначные Цифры Которые Нужны Каждый Метец Для того Чтобы Происходила Оборачиваемость Внутри Этого Бизнеса Ну вот Например Кейс И Нужно Быстро Развернуть Инфраструктуру Финансовую То есть Нужно Понять Откуда Сейчас Сделать Перелив Денег Обеспечить Всех Людей У нас Никто У нас Об этой Ситуации Там Знало Четыре Человека И ни Один Из Людей Не почувствовал То что Мы по сути Остались Без Ресурса С Нулевым Ресурсом Мы очень быстро В этом Собрали А как Удалось Интересно Решить Этот Вопрос Слушай Ну мы Риски Хеджируем Очень Хорошо У нас Всегда Есть Резервный Пул У нас Всегда Есть Поток Кэшфлоу Внутри Компании Потому что Клиенты С нами Работают Постоянно Плюс Очень Быстрая Реакция По Реорганизации Финструктуры Для того Чтобы Поломавшуюся Структуру И отсутствие Быстро Реорганизовать И собрать По новой Ну вот Такая Быстрая Работа Плюс Хеджирование Рисков Плюс Буферные Такие Вещи Ну я имею Достатки Зрения Запаса Денег Позволили Нам Пройти Эту ситуацию Это одна Из ситуаций А если Не касаемо Работы Возможность Личной жизни Такие Тяжелые Какие-то Моменты Ситуации Слушай У меня Не было Никогда Вопросов К этому Проекту Личных У меня Всегда было Стойкое Ощущение Что это Мой Проект Я его Хочу И я его Развиваю Личных Историй Здесь Наверное Нет Я всегда С удовольствием Двигался Я двигаюсь По этому Проекту А операционных Вопросов Их Действительно Особенно На первом Этапе Их было Приличное Количество Когда Банк Это конечно Ярко Банк Ярко Когда мы Отвалы Клиентов Происходили На которых Мы сильно Рассчитывали И Опять же Это дыры Которые Нужно было Залатывать Когда Произошла Ковидная История Индустрия На какой-то Момент Стала А здесь Уже Достаточно Раздутая История Ну Как бы Которую Тоже Нужно Питать Постоянно Ну Наверное Так Там Ну Их много Просто Таких вещей Это Какие-то Кейсовые Наверное Истории На эту Тему Можно Отделенную Встречу Вообще Сделать Если я Правильно Помню Была Как раз Таки Девочка Мы Ее Задели В эфире С которой Вот Вы Начинали И Она Потом Куда-то Исчезла Что Произошло Ну Если Это Не Прям Сильно Личное Да Потому Что Вы Вместе Что-то Создавали Как Я Понял Что Произошло В этой Ситуации Это Наша Личная История Хорошо Без проблем Ну Я Со Своей Стороны Скажу Потому Что Мы Работаем Часто С Разными Арт Директорами Вот Ну Спустя Время У тебя Устоялись Какие-то Процессы Например С Одним Арт Директором Вот Одной Волне Коммуницируем Мы В Дискорде Постоянно Начинается Проект Мы С ним Вместе Разбираем Рефы Он Мне Объясняет Очень Круто Очень Нравится Что Арт Директор Помогает Технически Начать Стартануть То есть Он Говорит Что Вот Я Был Так И Ты Начинаешь Это Очень Бустит Ну Я Раз Уж Мы Начали С Конца Под Арт Директора У меня Не Вообще Наверное Совсем Противоположное То есть У меня Нет Разницы С каким Арт Директором Работать Это Во-первых Во-вторых Появляется Проект Я Его Сразу Пропускаю Через Себя И Сам Выделяю Свой Вектор Движения Как Я Вижу Этот Проект Сделал Первую Часть Работы Да Привью Дальше Я Отправляю Арт Директору И Тут Уже Вопрос Сойдется Ли Мой Вектор Движения С Вектором Движения Мысли Арт Директора Да Вот Если Все Сходится Все Отлично Все Классно Получается У нас Тандемная Работа Все Летит Просто Как Ракета Если У нас Какие-то Разногласия Возникают Мы Естественно Там Созваниваемся Находим Компромиссы Решения Ну Как В споре Рождается Истина Да Мы Собственно Приходим К этой Истине И Дальше Мы Убираем Одно Направление Которое Было 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 Удобно Для И Для Омеги Да Чтобы Как Б Стилистику Корпоративную Придерживать И Так Чтобы Удобно Было Мне Работать И Дальше Мы Работаем И Все Круто Ну Я думаю Это Еще За счет Того Что У Саши В Омеги Больше Опыта Работы И Я Как мы начали С конца Про Директора Наверное Ответить Надо На Начало Вопроса По Требованиям Ну Я думаю Женя Со мной Согласится Что Как бы Требования Достаточно Так Жестко Все Загнаны В рамки То есть И Интерпретировать Их по-разному Вряд ли Получится То есть Есть По логике Заходит Проект Да К примеру Основное Требование Самое Первое Это Въехать Техническое Задание Въехать В ТЗ Чтобы Понимать Что От тебя Надо Сразу На берегу Надо Определиться С вопросами Которые Тебе Непонятны Иначе Если Скать Да Все Круто Мне Все Понятно Ясно На самом Деле Обмануть И Про себя Подумать Блин Я Нифига Не понимаю Но Походу Разберусь Получится Так Что Можно Очень Сильно Запороть Проект И Подставить Всех Остальных То есть Сразу На берегу Расставить Все точки На ды Все вопросы Все ответы Получить Далее Жесткое Правило Это Сроки То есть Как бы Там ни было Какой бы Художник Не был Супертворческим Человеком Да И Как бы Он там Не работал Он должен Придерживаться Сроков Если Сказали Сделать Тогда Ты Либо Отказываешься И говоришь Что Ребят Камон Я не успеваю Я не смогу Взять Либо Ты берешься И ты Должен Это сделать В крайнем Случае Если Ты Не успеваешь Там По той Или Иной Причине То Тоже Это Важное Правило Всегда Предупреждать Заранее Чтобы Можно Было Какой-то Маневр Совершить Да Правильно Ну да Но в этом Плюс Работы В команде То что Можно Перехватить Например Один Художник Не успевает Раз Другой Сможет Окей Мы Сможем Помочь Главное Главное Чтобы Заранее Все это Предупредить И Требования Изначально Очень жесткие По качеству Потому что За качество Очень сильно Гоняют Арт-директора Потому что Ну должно Быть все На высшем На высочайшем Уровне Сделать работу На отлюбись Да Так не получится Арт-директор Все это сразу Выкупит И ну то есть Получишь по шапке Также По поводу Качества Есть еще такая фишка Consistently Это Термин На английском Если на русском Ну это возможно Единообразие То есть Даже если Над проектом Над одним проектом Работает там 5-6 художников Не важно Каждая картинка Должна выглядеть Так Будто она вышла Вот Как будто Она сделана Одним художником То есть Правила сбора Архивов То есть Я веду Я веду проект Да Я работаю По тому Как я хочу Да Мне там Нравится Там все По папочкам Раскладывать Либо кто В кучу Одну собирает Чтобы Не было потом Проблем При передаче Проекта Каждый архив Каждая сцена Существуют Все файлы Должны быть запакованы Да Должны быть запакованы По вот прям Жесткому стандарту Все стандартизировано Так что Любой художник Независимо от того Как он работает Он знает эти правила Он с ними Согласен И В случае чего Он может использовать Сцену Сцену любого Другого художника Без потери Времени Без потери Качества То есть Вот тоже Такая штука Есть Ты художник Интеллектуал Я художник Быдло Нет Ну я конечно Так не работаю Как Саша Нет Как Саша Это быдло Художник Я интеллектуал Блин У меня еще Почему-то этот Глаз начал Дорогаться Ну во-первых Шикарная Заработная плата Тут уж Не будем кривить Душой Все хотят Получать Хорошую денежку И хорошо жить Это бесспорно Второе Свобода Творчества То есть Помимо того Что я сказал Что есть Да какие-то Жесткие ограничения Да Но в твоем Творчестве В твоем подходе К работе К твоей В принципе Тебя никто Не будет Загонять В какие-то Вот прям Такие узенькие Рамки То есть Ты всегда Остаешься Творческой личностью Это очень важно То есть Твой индивидуализм Если он не идет В ущерб Компании Его никто Никогда не будет Душить Ну очень классная фишка То что мне Еще зашло Это И меня поднял На более высокий уровень В Омеге И в целом Это Омега баттлы Которые проводятся У нас И Мне прям Очень хотелось Омега баттл Там задается тема И мы на эту тему Делаем работу Кто хочет Общая команда Там есть Призовой фонд У нас Есть разные номинации Там очень классная штука Это можно Одна из номинаций Это пасхалки Я работал Я работал чисто Над интерьерами И Мне хотелось Показать себя И Чтобы я вышел На новый уровень Чтобы мне могли Дать более Сложные проекты На которые Я мог перескочить И это дало О себе знать То что я Сделал классный проект Для баттла Выиграл в нем И мне стали давать Более сложные проекты Интересные Вот Я получил Море удовольствия Комментария В сторону своей работы И это прям Очень круто Омега считает Самой главной Своей ценностью Это действительно Художника То есть В принципе Всегда Художнику Идут навстречу Какая в этом Не сложилась ситуация Можно С уверенностью сказать Что тебя выслушают Тебе помогут Тебе пойдут навстречу Помогут там Разрулить Ну любой вопрос То есть Все будет В этом плане Очень хорошо И Круто то Что Художники Никогда не остались Ну вот придя В Омегу Однажды И Когда бы ты из нее Не вышел Ты однозначно Уровень Твоих работ Будет В десятки раз Лучше То есть Я пришел в Омегу Допустим С маленькой корзиночкой Да Там знаний Если Взять меня сейчас Это было Там два года назад Если вот взять меня сейчас То Ну у меня теперь не корзиночка Блин Вагон этих знаний Потому что Каждый Арт-директор Каждый художник Всегда с тобой готов Поделиться Любой информацией Вплоть до того Что там созвониться И что-то показать И рассказать То есть Все время Ты растешь Как художник Индивидуально Очень сильно Помогаю Отор-директор Вообще Технически Развиваться В начале Когда я делал У меня было Миллиарды правок Я себя чувствовал Таким Ну думаю Как-то Что-то Я по качеству Конечно Проваливаюсь А потом Один раз Проект поправили Второй раз Проект поправили Третий я уже сдаю Я попал В душу Клиенту В душу Директору Все классно И тут Вот это попадание Тоже играет Классную роль И Это круто Сколько В Амеге Было сделано Проектов Вот интересно Да Сами цифры Есть какие-то У тебя интересные цифры Которые ты можешь Предоставить Да Каждый месяц У нас запускается 50-60 проектов Примерно так Вот на протяжении Последних лет Двух Наверное Эта цифра Примерно такая Ну 50 умножаем На 10-12 Получаем 500 тысяч Ну 1200 Примерно так Проектов Было запущено Реализовано Каждый проект Это примерно По В среднем По 5 картинок Ну 5-7 тысяч Картинок Наверное Зарелизили За это время Слушай Ну это Внушительные цифры На самом деле Да Это много Но у нас И людей Тут много То есть У нас это Больше 100 уже Поэтому Я даже Не представляю Сколько вы художников За это все время Поменяли И сотрудников В целом Где-то была Эта цифра По-моему Ротация Где-то Ох Я не буду врать Тебе У нас такие листы Есть Но 250-300 Что-ли Вот Взаимодействовать Ну это Не много На самом деле Не много Ну У нас же Система Как бы Очень сильно Развита Система Как раз таки Контрагентов В нашей компании Фрилансеров Поэтому Люди приходят Взаимодействуют Отдаляются Опять возвращаются Очень живой пул Такой Ну поэтому Цифра такая Я не считаю Что она большая Чаще всего Как я понимаю Художники меняются В основной Ну да Потому что Корсостав Он тоже ротируется В коровом составе Здесь под 30 человек Это менеджмент Ардирекшн Он ротируется Но Самая большая динамика В пуле Художников Именно Да Скажи Художника Если еще Заменить Как-то возможно То как Справляться С заменами Именно Что касается Таких Должностей Как там Арт-директор Проект-менеджер Это мне кажется Очень Знаешь Такая должность Которая Очень важная Да Это не художник Который может Ну их очень много На рынке Да и художников Немного Скажу Тоже тяжело Ну да Ну мы Для нас Это задача То есть Искать художников Хороших Ставить И Вживлять их В компанию Ну это задача Арт-директора Ну Это вообще Отдельная Какая-то история Понимаешь Они у нас Как бы Сами органически Появляются И мы Очень сильно Дорожим Этими людьми Арт-директора Сами выходят Из художников Менеджмент Ну долго ищется Потому что У нас высокие Запросы И стандарты По По скиллам По софтам По хардам Ну вообще Сложно Человека поставить Реально Сложно Особенно в текущих Реалиях Рынок нагрет Вообще Айтишки Да И позиции Быстро Разбираются Ну То есть Скажу Это еще одна Отдельная задача Внутри компании По найму Удержанию Людей Потому что Это был Твой человек Одна позиция Такая Верхнеуровневая У нас Закрываются Два-три месяца Их в параллели Несколько идет Поэтому мы Добираем Постоянно Примерно Пару месяцев Выходит на то Чтобы отыскать Подобрать В менеджмент Человека Который Зайдет сюда Как я понимаю Были прям Очень тяжелые Потери Я не знаю Смотрю на тебя Мне кажется Ты что-то вспомнил Нет Ты знаешь Вот нет Так что Тяжелые потери Нет Не было Тяжелых потерь Да Какие-то люди Отваливаются Это естественный Цикл жизни Даже Человек в компании Два с половиной Три года Четыре Пять Это уже Сильно много Я на это смотрю Естественно И у нас есть Такая позиция Позиция Открытых дверей Внутри компании Но если ты вышел Ты можешь всегда вернуться В компанию Потому что У человека Должна быть Свобода В любом случае Да То есть И у него может быть Какая-то нереализованная Инициатива Которую он должен Там реализовать Он обязан Пойти реализовать Но после этого Он может Понять Что Например Та инициатива Была Неким искажением В его видение И формирование Его лайфстайл Он может вернуться Уже с новым опытом С другим пониманием То есть мы не обижаемся Никогда на выходы Ну то есть Были такие случаи Когда человек Приходил Уходили Я на это Смотрю Как на очень естественный Процесс Очень естественный Процесс Как некое Колесо сансары Да Пусть запускается Пусть Крубится Скажи Вот если я Например Хочу создать студию Или вот Те кто нас смотрит С какими В первую очередь Они должны быть готовы Столкнуться С какими трудностями Смотря какую студию Потому что Есть студии Семейного типа 5-10 человек Это одна история Вот есть Наша Такая Большая машина Большая история Не могу сказать Что у нас Там нету Семейных связей Здесь Они тоже есть Просто они уже Другого порядка Происходят Тут уже другие Скиллы нужны Но если мы Опять же Там эволюционируем Как-то Мы начинаем С небольших студий Давай тогда Я в их сторону Буду обращаться Что нужно Это я думаю Что ну Как бы в моем случае Я буду про себя Говорить Это Ну Такое глубокое понимание Ниши Глубокая Да Высокая детализация В процессе продакшена Ну и желание Построить Эти процессы Из людей Я вот Да понимаю Что это То есть Тебе нужно будет Перейти Да Из режима Ремесленника В режим Человека Который создает Процессы Из людей Денег И Тавтологически Но и процессов То есть Процессы Деньги Люди Должно быть Увязано Тогда Получается Система Которая Способна К скалированию К развитию Вот Если мы Как бы строим Там компанию Семейную Типа 10 человек Скорее всего Мы работаем В режиме Ремесленника Ремесленника И просто Вокруг себя Формируем Кучку Единомышленников Но потом Это должно Стать Некой Структурной Историей Способной Вырасти А это Понять Если все Одинаково Словно Талантливы Как понять Кто Какую роль Должен занимать В будущем Этой компании Или Как Ты считаешь Как нужно Это все Именно С нуля Воссоздать Создать Чтобы оно Работало Точно Ты знаешь Мне кажется Что если Создается Проект Да Вот Он создается Всегда Кем-то Скорее всего Да То есть Есть всегда Некая Личность Ключевая Вокруг которой Начинает Раскручиваться Коллектив И процесс И Там вопроса В общем-то Нет Да Обычно Это сразу же Видно Да В этой личности Сразу же Просматривается И он В общем-то Ведет за собой Эту историю А если же Да даже В любой Компании Возьми Даже Не бизнесовый Проект Просто Компания Друзья Да Все равно Ты видишь Что есть Некая личность Вокруг которой Это выстраивается Поэтому Тут даже Не нужно Задаваться вопросом Оно явно Обычно Всегда И против этого Очень сложно Пойти То есть Это такая Явная Открытая история И обычно Никто с этим Не спорит Ну то есть Я правильно понимаю Что Когда ребята Создают Свою студию Очень важно Определить Своего лидера За которым Ты по сути будешь И в любом случае То есть Не могут все Одну и ту же роль Выполнять Это невозможно Это противоречит Просто правилам Да Каким-то органическим Создания коллективовую систему Есть лидеры Есть зоны компетенции И в общем Они должны быть распределены И между ними Должно быть конфликтов Расскажи про будущее Какие планы Какая стратегия Окей Только кратко Только кратко То есть У нас В CGI направлении В продакшене Есть архивиз И есть еще Три направления Которые мы сейчас Развиваем Я не буду Конкретизировать Знаешь Я сейчас отношусь К этому С особым Вниманием И с такой Тишиной Это все Около ЦГшная история Просто есть архивиз Есть еще направление В 3D продакшене Да Я думаю Что примерно понятно Что это может быть Вот мы сейчас Еще три направления Прорабатываем Работаем И ведем уже Активную Такую коммерческую Деятельность По трем направлениям То есть Нам просто хочется Из рамок архивиза Выйти в рамки Студии Трех студий Четырех студий Возможно Это будут разные бренды Которые делают Не только архивиз Но и другой Стэк 3D задач Вот мне это интересно Это раз Два Я не оставляю Идею обучения Потому что Ну во-первых Здорово получалось Тут рюна Посмотрела Да А во-вторых Ну Я чувствую Что мы можем Еще очень прикольно Качнуть Как-то Вот Рынок Наших художников Да И тусовку На то Чтобы она еще Сильнее расширилась Выросла И нам тоже Это нужно Да Потому что Как я сказал Вот Ну хороших людей Сложно находить И чем большую массу Да Входящих в индустрию Людей мы будем создавать Такую активность Тем будет лучше Мне кажется Для индустрии В целом То есть Мы будем просто Больше 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 Людей сюда Вовлекать Соответственно Будет расти И качество И количество Людей Ну а Индустрия Растет все равно Ну очень быстро То есть Сказать что Специалистов Будет больше Чем Индустрии Сложно Потому что Сейчас 3D Это одна из самых Быстро растущих Областей Я думаю Небольшой перерыв Да Давай немножко Водички попьем Давай Так Сок Да Ага Они видео снимают Скажи пожалуйста Собираешься ли ты Возвращаться В медийное пространство Хочешь ли ты Чаще появляться Общаться с аудиторией Да Ты знаешь Да Эпизодично Вполне себе Нормальный сценарий Но опять же Если Я просто понимаю Что скорее всего Это будет другой формат Уже Да То есть Полтора года Меня не было Или там тоже Эпизодично Появлялся Причем Деятельность моя Сильно меняется Да Уже есть Некая структура Это больше похоже На бизнес Уже Соответственно Я Знаешь Понимаю Что я мог бы Организовать Проект Например Обучающий Да И в этот проект Уже были бы Вовлечены Эксперты Которые бы были Ну сильно Компетентны И имели бы Высокий Трекшн ЦГ Да Я мог бы Выступить В роли Человека Или наша компания Могла бы выступить В роли Некой Материнской Компании Которая позволила бы Собрать инфраструктуру Для обучения Но обучать Трекшн Буду рад Тебе увидеть Спасибо 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 за субтитры Алексею Спасибо за субтитры Алексею Игорь Негода